Решает шум? Это же дед, это же дед, дед и от белочки. Неужели они до шести? Да, я понимаю, они до шести. Скандал на улице Фиалковая. Местные жители снова пришли ругаться в Центр развития особенного ребенка. Им не нравятся крики и плач воспитанников учреждения. Не можешь выходить. Писают, ходят, вот по кустам по всем, сюда, туда, курят постоянно. Ей вообще окно забили, чтобы она не лезла. Такой абсурд ежедневно директор Центра слушает от Тамары Олейниковой. Она и еще несколько других жителей требуют закрыть детское учреждение. Из деток берут грибут, и за каждый час берут денежки. Они денежки качают, а мы должны нюхать вот этот газ вонючий и пыль. Центр находится в частном секторе. Работает пять дней в неделю. Две группы по шесть человек. Здесь занимаются дети с синдромом Дауна, аутизма, ДЦП с нарушением психического и физического развития. Оперый центр работает только днем. Он не работает в ночное время, раннее утре. Здесь он работает с восьми до шести вечера. Есть обеденный перерыв, когда дети тоже ложатся спать. И сейчас мы с вами делаем запись. Дети находятся на площадке, их особо не слышно. Да, конечно, машины к нам подъезжают. Бывает, что четыре машины, три-четыре машины стоят возле нашего центра. Но это же не значит, что мы загазовали всю улицу. Тем более рядом оживленная трасса. По словам руководства центра, все началось с жалоб соседки слева. Ее дом примыкает к забору. Отсюда и претензии рассказывает хозяйка помещения Анифей Смаилова. Сейчас недовольные соседи поставили ультиматум работникам центра – съехать до конца месяца. Написали, что до 1 августа вы должны освободить, выехать отсюда. Такой ультиматум. Или будем обращаться в СМИ, прокуратуру. И подписали все. В доме имеется там несколько человек, все они подписывают для численности. Даже подписаны с другой улицы, с улицы новаторов. Какое отношение те имеют сюда? Ну, я думаю, что это для численности, для количества. Я сказала, что вам денежку заплатили за то, чтобы вы тут их оставили. А вы нас мучаете. У нас 14 пенсионеров. Родители особенных детей недоумевают от происходящего. Они в целом довольны работой учреждения. Считают, что их дети тоже имеют право на жизнь, общение с другими детьми и помощь педагогов. Мне даже как матери непонятно, как могут такие детки кому-то мешать, раздражать. Смех или слезы, или что раздражать может людей. Никому эти дети не мешают. Дети под присмотром, дети организованы. Ими занимаются специалисты. У них разнообразная деятельность. Даша, воспитанница Центра развития особенного ребенка до трех лет, не могла говорить. У нее ДЦП. Благодаря занятиям со специалистами девочка научилась разговаривать. Общество наших детей не воспринимает. На площадке наших детей отвергают нормы типичных детей. Забирают, как будто мы какие-то прокаженные или заразные. Мы уже изолировались. То есть мы уже зашли в этот центр. И здесь нам вставляют палки в колеса, что наши дети не такие. Законность претензий соседей будут выяснять в прокуратуре. Родители надеются, что общество будет готово принять их детей. И они не останутся один на один со своей проблемой. Айши Шулакова, Магомед Нестуров, телеканал Миллет.